Здравствуйте! В этом выпуске мы сравним два абсолютно разных региона планеты. Европа имеет площадь 10 миллионов квадратных километров, на которых располагается 43 государства. Все я естественно не назову, но могу самые значимые. Россия, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Франция. Это страны, у которых валовый внутренний продукт более триллиона долларов. Население Европы 745 миллионов человек. Это 10% мирового населения. Китай, как всем известно, имеет наибольшее население в мире, а именно 1 миллиард 300 миллионов человек. Все они уживаются на территории в 9 миллионов 600 тысяч квадратных километров. В состав КНР КНР входит 33 единицы провинциального уровня, включая 23 провинции, 5 автономных регионов, 4 города центрального подчинения и 2 специальных административных района. Все, Европу и Китай мы сравнили по географическим и статистическим параметрам. Теперь мы будем сравнивать Европейский Союз и Китай, потому что географическая Европа очень разная и будет сложно ее и нечестно сопоставлять Китаю. В ЕС входит 28 государств, которые вместе составляют экономику 18 триллионов 400 миллиардов долларов. Это второй показатель в мире после Соединенных Штатов Америки. В ВВП Китая 12 триллионов 840 миллиардов долларов. Это третий показатель. Китай промышляет дешевыми подделками, но поскольку их много, очень много, они продаются в больших количествах, вследствие чего и такое число. А Европейский Союз производит хоть и немного продуктов, но они оригинальные, качественные и дорогие. ИЧР, индекс человеческого развития в ЕС 0,874 балла. Это очень высокий показатель. Славосочетание очень высокий, это не просто прилагательное, которым я характеризовал ИЧР, это прилагательное на официально деловом языке. Индекс человеческого развития Китайской Народной Республики 0,752 балла. Это высокий показатель. То есть у Китая 86 место, а у Европейского Союза нет никакого места в списке стран по ИЧР, потому что ЕС не страна, но тем не менее по баллам ЕС выше Китая. Китайская Народная Республика была основана 1 октября 1949 года со столицей Пекин в средстве победы в гражданской войне китайскими коммунистами над силами Китайской Республики. Европейский Союз был основан 25 марта 1957 года путем объединения Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции со столицей Брюссель. Это также столица Бельгии. Последнее изменение состава ЕС было в 2013 году 1 июля, когда присоединилась Хорватия. На данный момент из Европейского Союза хочет выйти Великобритания и планирует вступить Украина. В подавляющем большинстве европейских стран национальная валюта евро, а в Китае юань. Давайте посмотрим их соотношение друг к другу. В начале 2011 года 1 евро стоил 40 юаней, а сейчас 8. Как мы можем понять, китайская экономика укреплялась все это время и юань дорожал, но все-таки евро дороже. Китай имеет отличное географическое расположение, потому что имеет выходы к многим морям, а главное к теплым и никем не контролируемым, и еще к Тихому океану, так что с торговлей проблем у него не будет. Европейский Союз тоже имеет выходы к многим морям, как к теплым, так и к холодным, как к контролируемым, так и к неконтролируемым. Также им есть и выходы к Атлантическому океану, так что географическое положение у Китая и ЕС с точки зрения выгоды одинаковое. Европейский Союз граничит с 9 государствами и то с Швейцарией и Норвегией, которые развиты и никакой угрозы не будут нести при кризисе в ЕС. С Турцией, которая состоит в НАТО. С Македонией, Боснией и Украиной, которые хотят в ЕС. И с Сербией, Молдовой, Белоруссией и РФ. Страны, правительства которых могут на весь мир только понтоваться. Китайская Народная Республика граничит с 13 странами. Предвчислять я их не буду, но если в Китае будет кризис, то его захватить сможет только Россия или Индия. Эх, было сложно сравнивать эти регионы, так что по моим наблюдениям, скажем так, страны в плане могущества идентичны, но ЕС чуть сильнее. Ну ладно, друзья, прощаться с вами я ни при каких условиях не хочу, но хочу пожелать вам удачи и чувства того, что вам надо поставить лайк и подписаться на канал. Пока!